Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наше занятие по астрономии. Сегодня мы продолжаем курс лекций по теме 4. Солнце и звёзды. Солнечная система. Учебные вопросы на сегодня. Тридцатый. Яркость небесных тел, шкала звёздных величин, звёздные величины в разных диапазонах, абсолютная и относительная звёздная величина, шкала звёздных величин, светимость, освещенность, яркость, звёздная величина, её связь с освещенностью и расстоянием до объекта. Формула Поксона. Изменение видимой яркости планет и комет при их движении по орбите. Альбета планет. И тридцать первый вопрос. Классификация звёзд с учётом их спектральных характеристик. Спектральная классификация звёзд. Диаграмма цвет-светимость Герджпрунга-Рассела. Спектр-светимость для разных групп звёзд, рассеянных и шаровых звёздных скоплений. Звёзды главной последовательности, гиганты, сверхгиганты. Соотношение масса-светимость для звёзд главной последовательности. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переходим к изучению основных учебных вопросов на сегодня. Итак, тридцатый учебный вопрос. Знакомство с этой темой мы начинаем с понятия спектральная характеристика излучения. Пусть DW с индексом ISU это энергия электромагнитного излучения, Продолжение, испускаемого за одну секунду с одного квадратного метра в интервале частот от ν до ν плюс d ν. Или с длинами волн в интервале от λ до λ плюс d λ. Тогда спектральная плотность энергетической светимости определяется следующими формулами. Р с индексом ν, это есть отношение DW излученного к величине интервала d λ в линву. В соответствии с такими определениями, единицами измерения первой величины будет джоуль делить на герц или джоуль умножить на секунду. А вторая величина будет измеряться джоуль разделить на метр или джоуль умножить на метр в минус первой степени. Продолжение следует... Познакомимся теперь с интегральной характеристикой излучения. Полная мощность теплового излучения с одного квадратного метра тела во всем интервале частот от нуля до бесконечности называется энергетической светимостью. Обозначаем большой буквой R с индексом F. Если P это мощность излучения тела, имеющего поверхность S, тогда энергетическую светимость можно найти как отношение мощности P излучения тела к площади его поверхности S. А если известны спектральные плотности энергетической светимости, то есть функции Rν и Rλ, то тогда полную энергетическую светимость можно найти как интегралы от нуля до бесконечности от этих функций. Интегралы берутся соответственно по частотам и длинам волн. Единицами измерения энергетической светимости, исходя из ее определения, являются отношения ватт на квадратный метр. Редактор субтитров А.Семкин Помимо излучения существует и обратный ему процесс, процесс поглощения электромагнитного излучения. Познакомимся теперь со спектральной характеристикой поглощения. Пусть DW с индексом поглощения – это энергия электромагнитного излучения, поглощаемая за одну секунду одним квадратным метром в интервале частот от ν до ν плюс дни, а DW – энергия электромагнитного излучения, падающего на тело. Тогда коэффициент поглощения можно определить по формулам, где DW – поглощенная энергия, DW – падающая. Первая формула – это коэффициент поглощения как функция частоты. Вторая формула – это коэффициент поглощения как функция длины волны. Ну а поскольку в отношении и в числителе, и в знаменателе стоят джуули, то тогда данная величина является безразмерной. И спектральная плотность энергетической светимости и коэффициент поглощения зависят от частоты электромагнитной волны, температуры тела, его химического состава и состояния поверхности. Вид объекта зависит от того, в каком диапазоне длин в ум вы его наблюдаете. На слайде приведен млечный путь в длинах волн атомарного водорода, угарного газа, радиодиапазона, инфракрасного излучения, гамма-диапазона. Характеристики излучения и поглощения связаны друг с другом. А для того, чтобы ответить на вопрос «как», будем изучать законы Киргофа. Рассмотрим теплоизолированную систему, состоящую из двух бесконечно длинных пластей, одна из которых представляет собой абсолютно черное тело, которые могут обмениваться энергией в форме теплоты только друг с другом. Для второй пластины энергия, излучаемая ею в интервале частот, может быть найдена по формуле rn умножить на dn. А так как излучение на нее приходит со стороны первой пластины, то тогда поглощаемая ею энергия равна произведению коэффициента поглощения на падающую энергию, где падающая энергия равна произведению спектральной плотности энергетической светимости абсолютно черного тела, умноженная на интервал частот dn. Так как излученные поглощенные энергии равны, составляем равенство, откуда? После сокращения dn. Получаем закон Киргофа в дифференциальной форме. Отношение спектральной плотности энергетической светимости произвольного тела к его коэффициенту поглощения на данной частоте представляет собой спектральную плотность энергетической светимости абсолютно черного тела на той же частоте. Здесь мы любуемся картиной, как центр галактики выглядит в инфракрасных лучах. Используя закон Киргофа в дифференциальной форме, можно найти спектральную плотность энергетической светимости произвольного тела. rν равняется aν умножить на rν абсолютно черный. А вспоминая, что для серого тела коэффициент поглощения не зависит от частоты, представляет собой константу, а не уравняется a с индексом серая, то тогда энергетическая светимость серого тела, вычисляемая через интеграл от спектральной плотности энергетической светимости, может быть преобразована к виду. А выражение а с выносим за знак интеграла, и тогда под знаком интеграла остается энергетическая светимость абсолютно черного тела. Мы получаем закон Киргофа в интегральной форме для серых тел. Энергетическая светимость серого тела равна произведению его коэффициента поглощения на энергетическую светимость абсолютно черного тела. Рассмотрим физический смысл законов Киргофа. Например, из дифференциальной формы закона Киргофа следует, что тело, которое при данной температуре не поглощает в каком-либо интервале частот, не может также и излучать в этом интервале при заданной температуре. А поскольку коэффициент поглощения меньше единицы, то и спектральная плотность энергетической светимости данного тела всегда будет меньше, чем спектральная плотность энергетической светимости абсолютно черного тела. Из интегральной формы закона Киргофа следует, что при данной температуре сильнее излучают те серые тела, которые обладают большим коэффициентом поглощения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... 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 Энергетическая яркость косинусного излучателя и ее спектральные плотности связаны с его энергетической светимостью и ее спектральными плотностями соответствующими формулами. Б энергетическое есть отношение Р энергетическому к числу Пи. Б малое с индексом ню равняется отношению Р с индексом ню к величине Пи. И Б лямбда равняется отношению Р лямбда к величине Пи. Продолжение следует... 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 Звездной величины от яркости непрямая. Дело здесь в законе Вебера-Фехнера. Изменение яркости в одинаковое число раз воспринимается глазом как изменение на одинаковую величину. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще во втором веке до нашей эры древнегреческий астроном Гепарх разделил все звезды на шесть величин. Самые яркие он назвал звездами первой величины, самые тусклые звездами шестой величины, а остальные равномерно распределил по промежуточным величинам. Как выяснилось позже, связь такой шкалы с реальными физическими величинами логарифмическая. Поэтому в 1856 году Норман Поксон предложил следующую формализацию шкалы звездных величин, ставшую теперь общепринятой. Итак, формула Поксона. М1 минус М2 равняется минус 2,5 логарифм десятичный отношение Е1 к Е2, где М звездные величины объектов, а Е освещенности от этих объектов. Данная формула дает возможность определить только разницу звездных величин, но не сами величины. А чтобы с ее помощью построить абсолютную шкалу, необходимо задать так называемый нульпункт, то есть блеск, которому соответствует нулевая звездная величина. Сначала в качестве нуля был принят блеск Веги. Потом нульпункт был переопределен, но для зрительных наблюдений Вега до сих пор может служить эталоном нулевой видимой звездной величины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Рассмотрим некоторые свойства видимых звездных величин, которыми очень удобно пользоваться на практике. Первое свойство. Увеличению светового потока в 100 раз соответствует уменьшение видимой звездной величины ровно на 5 единиц. Второе свойство. Уменьшение звездной величины на 1 единицу означает увеличение светового потока в 2,512 раза. Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова По современным измерениям звезда нулевой видимой величины за пределами земной атмосферы создает освещенность 2,54 на 10 в минус шестой степени люкс. Световой поток от такой звезды примерно равен 10 в третьей квантов на квадратный сантиметр в секунду и на один ангстремь в зеленом свете или 10 в шестой степени квантов на квадратный сантиметр в секунду уже во всем видимом диапазоне света. Звездная величина самых ярких объектов отрицательна. Например, блеск Луны в полной фазе достигает минус 12,7, а блеск Солнца минус 26,7. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Звездная величина бывает абсолютной и видимой. Разберемся с этими понятиями. Абсолютная звездная величина обозначается буквой М большая. Абсолютная величина – это звездная величина объекта, которую он имел бы, если бы был на расстоянии 10 парсек от наблюдателя. Абсолютная величина, в отличие от видимой, позволяет сравнивать светимость разных звезд. поскольку не зависит от расстояния до них. Абсолютный бассейрин. Абсолютная верховная злобка. ансер spa в стюм. Абсолютная запись утром, а по взгляде вер Change. sizes. Существобно злобно их величинарей. Абсолютной� pu triste. Абсолютная игра. Абсолютная зарпись утром. Абсолютная жизнь останна. Эмруппved Makes fetèce. По всему знаменито. Абafood Венской Беличина, что если бы сказал, Продолжение следует... Продолжение следует... Это название используется, чтобы отличить ее от абсолютной. И применяется даже для величин, измеренных в ультрафиолетовом, инфракрасном или каком-либо другом невоспринимаемом глазом диапазоне излучения. А если величина измеряется в видимом диапазоне, она называется визуально. Например, абсолютная балометрическая звездная величина Солнца составляет плюс 4,8. А видимая минус 26,7. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звездная величина зависит от спектральной чувствительности приемника излучения. А в качестве него может выступать глаз, фотоэлектрический детектор, фотопластинка и тому подобное. Балометрическая звездная величина показывает полную мощность излучения звезды. То есть мощность излучения на всех длинах волн. Для ее измерения применяется специальное устройство, балометр. Актуальность этой величины связана с тем, что некоторые звезды, очень горячие и очень холодные, излучают преимущественно не в видимом спектре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Однако, чаще всего звездные величины измеряют в определенных интервалах длин волн. Для этого разработаны фотометрические системы, в каждой из которых есть набор полос, перекрывающих равные диапазоны волн. Продолжение следует... В пределах каждой полосы чувствительность максимальна для некоторой длины волны и плавно спадает с удалением от нее. Продолжение следует... 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 Поэтому альбедо отличается для разных спектральных диапазонов – оптическая, ультрафиолетовая, инфракрасная альбедо или длинволм, монохроматические альбедо. А в зависимости от геометрии, отражающей поверхности, в оптике и астрономии различают несколько видов альбедо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Ламбертово или истинное плоское альбедо – это коэффициент диффузного отражения, то есть отношение светового потока, рассеянного плоским элементом поверхности, во всех направлениях к потоку, падающему на этот элемент. Обычно определяется с помощью специального фотометрического прибора – альбедометром. В случае освещения и наблюдения нормальных к поверхности, истинное альбедо называют нормальным. Например, нормальное альбедо чистого снега – 0,9, а древесного угля – 0,04. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Геометрическая или плоская альбедо А с индексом Г равняется отношению Е0, деленное на ЕПи, равно отношению освещенности у Земли, создаваемой планетой в полной фазе – это Е0, к освещенности Е с индексом Пи, которую создал бы плоский, абсолютно белый экран, того же размера, что и планета, расположенный на ее месте, перпендикулярно лучу зрения и солнечным лучам. Геометрическая альбедо, в отличие от плоского и сферического, может превышать единицу. Это тот случай, когда в сторону источника излучение отражается особенно сильно. У Ламбертовой сферы геометрическая альбедо равно лишь 2 третьим, тогда как сферическая – единицы. Геометрическая оптическая альбедо Земли – 0,367, а Луны – 0,12. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сферическая альбедо Сферическая альбедо А с индексом С – это отношение светового потока, рассеянного телом во всех направлениях, к потоку, падающему на это тело. Может быть определено и для некоторого диапазона длин волн, и для всего спектра. Сферическая альбедо для всего спектра излучения называется альбедо-бонда. Если сферическая альбедо тело на всех длинах волн одинаково, оно равно бондовскому, а последнее не зависит от спектра источника света. Альбедо-бонда тесно связано с энергетическим балансом небесного тела и температурой на ней. Бондовская альбедо Земли – 0,29, а Луны – 0,067. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Переходим к рассмотрению второго вопроса сегодняшнего дня. Это тридцать первый учебный вопрос. Спектральные классы. Классификация звезд по спектру излучения и в первую очередь по температуре фотосферы. Различия в спектрах звезд обуславливаются различием физических свойств их атмосфер, в основном температуры и давления, определяющих степень ионизации атомов. Вид спектра зависит также от наличия магнитных и межатомных электрических полей, различий в химическом составе, вращения звезд и от других факторов. Продолжение следует... 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 Для некоторых типов звёзд в спектрах наблюдаются и линии испускания. В 1860-х, в 1870-х годах пионер звёздной спектроскопии Анжела Секки создал первую классификацию звёздных спектров. В 1866 году он разбил наблюдаемые спектры звёзд на три класса в порядке убывания температуры поверхности звезды и соответствующего изменения цвета. В 1868 году Секки открыл углеродные звёзды, которые выделил в отдельную четвёртую группу. А в 1877 году он добавил пятый класс. На данном слайде мы видим классы Анжела Секки. Первый класс – это белые и голубые звёзды с широкими линиями поглощения водорода в спектре, такие как Вега и Альтаир. Второй класс – это жёлтые и оранжевые звёзды со слабыми линиями водорода, но с отчётливыми линиями металлов, такие как Солнце, Арктур и Капелла. Включают в себя современные классы Ж и К, а также конец класса Ф. Класс 3 – это оранжевые и красные звёзды, в спектре которых линии образуют полосы, темнеющие в сторону синего, такие как Бетельгейзе и Антарес. Данный класс соответствует современному классу М. Четвёртый класс – красные звёзды с сильными полосами и линиями углерода, углеродные звёзды. Пятый класс – звёзды с эмиссионными линиями, такие как гамма-кассиопии и бета-лиры. Позднее Эдуард Пикеринг измерил определение класса 5, разделив его на горячие звёзды с эмиссионными линиями гелия, углерода и азота, звёзды Вольфа-Райе и планетарные туманности. Предложенное Секе деление спектров было общепринятым вплоть до конца 1890-х годов, когда постепенно, к середине XX века, было заменено гарвардской классификацией, о которой мы будем говорить ниже. Продолжение следует... Современная или гарвардская спектральная классификация звёзд, разработанная в Гарвардской обсерватории в 1890-1924 годах, является температурной классификацией, основанной на виде и относительной интенсивности линий поглощения и испускания спектров звёзд. В таблице представлены классы звёзд. Температурные интервалы для каждого класса, истинный и видимый цвет звёзд, масса звезды, радиус, светимость выражена по отношению к Солнцу в солнечных единицах. Далее идут линии водорода, процентная доля в главной последовательности и усреднённый возраст в годах. Внутри каждого класса звёзды делятся на подклассы, от нуля, самые горячие, до девятки, самые холодные. Солнце имеет спектральный класс G2 и эквивалентную температуру фотосферы 5780 К. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Как же запомнить последовательность классов? Когда мы изучали тему дисперсия, разложение света на составные части, то мы учили расположение цветов в радуге согласно «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Вот и здесь можно применить подобного рода выражение. Оба фраера гуляют как могут. О. Класс. Голубые звёзды. Б. Белоголубые. А. Белые звёзды. Ф. Жёлто-белые. Г. Жёлтые. К. Оранжевые. М. Красные. Дополнительным фактором, влияющим на вид спектра, является плотность внешних слоёв звезды, зависящая в свою очередь от её массы и плотности, то есть в конечном итоге от светимости. Особенно сильно зависят от светимости стронций, парий, железа, титан, что приводит к различию в спектрах звёзд гигантов и карликов одинаковых гарвардских спектральных классов. Зависимость вида спектра от светимости отражена в более новой, йоркской классификации, разработанной в Йоркской обсерватории авторами Морган, Кинан, Кельман. И название этой классификации даётся по инициалам её авторов М. К. К. Итак, йоркская классификация с учётом светимости. В соответствии с этой классификацией звезде приписывают гарвардский спектральный класс и класс светимости. Первый – гипергиганты, второй – сверхгиганты, третий – яркие гиганты, четвёртый – гиганты, пятый – субгиганты, шестой – карлики, звёзды главной последовательности, седьмой – субкарлики и восьмой – белые карлики. Таким образом, если гарвардская классификация определяет абсциссу диаграммы Гершпрун-Гарассела, то йоркская определяет положение звезды на этой диаграмме. А дополнительным преимуществом йоркской классификации является возможность по виду спектра звезды оценить её светимость и, соответственно, по видимой величине оценить расстояние до неё с использованием метода спектрального параллакса. Субтитры создавал DimaTorzok «Помимо основных» существуют дополнительные спектральные классы, например, W или WR, звёзды Вольфа-Рае, очень тяжёлые, яркие звёзды, температурой порядка 70 тысяч кельвин и интенсивными эмиссионными линиями в спектрах. L-звёзды или коричневые карлики с температурами 1500-2000 кельвин и соединениями металлов в атмосфере. T-метановые коричневые карлики с температурами 700-1500 кельвин. Y-очень холодные, метаноаммиачные коричневые карлики с температурой менее 700 кельвин. C-углеродные звёзды-гиганты S-циркониевые звёзды D-белые карлики Q-новые звёзды P-планетарные туманности Q-новые звёзды Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Перед обозначением спектра ставятся добавочные индексы. Например, буква D – это карлик, звезда главной последовательности. ЕСД – экстремальный субкарлик, С – сверхгигант, Ж – гигант, СЖ – субгигант, СД – субкарлик, WD – белый карлик. Субтитры создавал DimaTorzok Добавочные индексы, стоящие после обозначения спектра. С – глубокие узкие линии. СОМП – сосновной спектр. СОН – отсутствуют видимые линии поглощения. Е – эмиссия. Эмиссия водорода в О звездах. ЕМ – эмиссия в линиях металлов. ЕП – пикулярная эмиссия. Линии по своему характеру отличные от нормально соответствующих классу. ЕР – явственно обращенные эмиссионные линии. Е – Q – эмиссия с поглощением на более коротких волнах. ЕВ – переменность относится только к эмиссионным линиям. ЕВ – эмиссии, типичные для звезд класса W. Ф – эмиссия гелия и неонов О звездах. Х – звезды класса WR с эмиссионными линиями водорода. ХА – звезды класса WR с эмиссионными линиями водорода, как поглощения, так и излучения. К – межзвездные линии. М – сильные линии металлов. Н – диффузные линии, широкие, размытые, обусловленные быстрым вращением. НЕВ – добавочный спектр туманности. Н – Н – очень размытые диффузные линии. П – пекулярный спектр. Имеются неправильности. ПКЮ – особенности напоминают спектр новой звезды. С – резкие и узкие линии. СН – наличие оболочки. СС – очень узкие линии. В или ВАР – изменения в спектре. СН – не обусловленные орбитальным движением и пульсацией. В или ВК или ВЛ – слабые линии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова В 19 веке в Гарвардской обсерватории было проведено «Крупномасштабное спектроскопическое исследование звезд», которое вылилось в каталог Генри Дрейпера. В одном сегменте этой работы Антония Мори включила деление звезд по ширине их спектральных линий. Кершпрунг заметил, что звезды с более узкими линиями имели меньшее собственное движение, чем другие звезды той же спектральной классификации. Он принял это как показатель большей светимости для узколинечатых звезд и вычислил годичный звездный параллакс для некоторых групп из них, что позволило ему определить их абсолютную звездную величину. Итак, диаграмма Гершпрунга-Рассела. Можно называть диаграмму Гершпрунга-Рассела. Рассела-Рассела, просто диаграмма ГР или диаграмма Цвет, звездная величина, спектр, светимость. Показывает зависимость между абсолютной звездной величиной, светимостью, спектральным классом и температурой поверхности звезды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Звезды на этой диаграмме образуют хорошо различимые участки. В 1910 году Ханс Розенберг опубликовал диаграмму, в которой отражались видимые звездные величины звезд в скоплении Плеяды на основании кальциевых фраунгоферых линий и двух водородных серий Бальмера. Эти спектральные линии служат заменой температуры звезды. Ранняя форма спектральной классификации. Видимая звездная величина звезд одного скопления эквивалентна их абсолютной звездной величине. Поэтому эта ранняя диаграмма, по сути, была показателем светимости на основании температуры. Такой же тип диаграммы до сих пор используется как способ показать звезды в скоплении без необходимости изначально знать расстояние и светимость. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В его диаграмме также использовались видимые величины скопления звезд, находящихся на одном и том же расстоянии. Ранние версии диаграммы Рассела включали в себя звезды-гиганты Антоний Мори, качественно определенный Гершпругом. Звезды из скопления геады и несколько передвигающихся групп, для которых метод движущегося скопления позволял получать расстояние и таким образом определить абсолютную звездную величину для этих звезд. Продолжение следует... 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 Диаграмма используется для классификации звезд и соответствует современным представлениям о звездной эволюции. Диаграмма используется для классификации звездной эволюции. Вы видите светимость в солнечных единицах, температуру поверхности звезды в кельвинах, ее спектральный класс, а также наклонные линии отображают сетку в солнечных радиусах. Вначале диаграмма показывала спектральный класс звезды по горизонтальной оси и звездную величину по вертикальной. Диаграмма используется для классификации звездной эволюции. Это сложно отображать на диаграмме, так как это не числовая величина. И современные версии диаграммы представляют здесь цветовой индекс BV звезд. Этот тип диаграммы часто называют диаграммой Гершпрунгарацела «цвет звездная величина». Диаграмма дает возможность, хотя и не очень точно, найти абсолютную звездную величину по спектральному классу. Особенно для спектральных классов О-Ф. Для поздних классов это осложняется необходимостью сделать выбор между гигантом и карликом. Однако, определенные различия в интенсивности некоторых линий позволяют уверенно сделать этот выбор. хочет определить выбор о видах «цвет звездной». Красивинка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова В.Петра Корректор А.Егорова Нашевастов Джован Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если звезды находятся на близких, одинаковых расстояниях, например, звезды скоплений, то диаграмма часто используется для описания скоплений, и вертикальная ось становится просто звездной величиной. Ниже главной последовательности, начиная примерно от ее середины к правому нижнему углу, тянется так называемая последовательность или ветвь субкарликов. Продолжение следует... Около 90% звезд находятся на главной последовательности. Их светимость обусловлена термоядерными реакциями превращения водорода в гель. Выделяется также несколько ветвей проэволюционировавших звезд, гигантов, в которых происходит горение гелия и более тяжелых элементов. Вверху идет группа гипергигантов. Под ними сверхгиганты, яркие гиганты, гиганты, субгиганты. Далее идет главная последовательность. Карлики. Далее субкарлики, красные карлики, коричневые карлики. Внизу белые карлики. Субкарлики – это старые, маломассивные, бедные, тяжелыми элементами звезды, составляющие сферическую компоненту звездного населения галактики. Субкарлики. воззрением они реликты времен самого начала звездообразования, дожившие до наших дней благодаря малой массе. Продолжительность их эволюции превышает время существования Вселенной. Продолжение следует... 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 станет белый карлик. Желаю успехов в освоении темы и до новых встреч!